дверь которой нет есть у дружбы с драманами неприятная особенность к слову все прелести товарищества с ними я так и не познал помнится при выполнении последнего поручения эдигара моя тушка чуть не осталось наблюдать красоту местного пейзажа с высоты холма но и этого оказалось мало теперь лесоруб проверял на дефицит кальция моей кости что прохожие могли охарактеризовать забавным словом объятья как ты возмужил наконец отпустил меня эдигар и хлопнул по плечу с такой силой что если бы во мне когда-то и была дурь то теперь он ее окончательно выбил да в навыках немного поднаторел я понимал о чем говорит драман чем выше уровень способности тем больше ты менялся внешне опнул бы 20 силы стал крупным здоровяком не меньше в плечах чем сам эдигар но я невольно качал выносливость и совершенно осознанно ловкость сам заметил что руки стали более жилистыми движение проворными поступь уверенней не знаю может и пара очков интеллекта добавили моему взгляду некой осознанности вон хло постоянно выглядит как хранитель всех знаний вплоть до того где находится затонувшая атлантида а вот эдигар изменился лицо заметно исхудала зажившие порезы на щеках чуть закрывала колючий щетина глаза смотрели с особой внимательностью а сам он напоминал сжатую пружину готовую в любой момент выпрямиться что ж не будем тянуть возьмем сразу быка за рога слушай ты когда меня в деревне оставил не в шипаста лес отправился нет зачем он мне искренне удивился эдигар далеко зверьё там все дикое опасное себе дороже выйдет там охотиться опять же грибы не все есть драман заговорчески подмигнул мне так ничего не понимаю вообще я представлял что сейчас эдигар падет ниц и скажет да я и есть тот отверженный и оскорбленный принц ты разгадал загадку века владей же теперь локтром и всем тойреном ибо какое именно ибо я еще не придумал но оно и не понадобилось либо в леснике пропадал гениальный актер либо он точно не сын на местнице а куда ж ты пропал растерянно пробормотал я надо было навестить старого приятеля эдигар откровенно стушевался хотя теперь стало ясно он не врет блин блинский как все удачно складывалось столицу чего контрабандистом лесник сделал суровое лицо и несколько раз перевел взгляд с меня на свету вот тоже мне эрзац конспиратор первому встречному поперечному все явки и пароль издал а теперь решил загадочность поиграть понятно что я ему стал довольно быстро другом а паладинша никто но все же поздно хлебать боржоми это со мной тем более она из контрабандистов ее ранг знакомый незнакомец эдигар осторожно кивнул но было видно света его доверие не заслужило по крайней мере пока вообще создавалось ощущение что они раз и навсегда не взлюбили друг друга эдигар отыгрывал роль вечно пьяного однокашника заваливающегося пару раз в год и обязательно напоившего мужа а света стервозной жены освоивший знаменитого классика лишь наполовину виде фразы не пущать много раз замечал насколько сильно первое впечатление ты хоть в лепешку потом расшибись а изначально гештальт скальпелем из головы не выковыришь и тут собрал кое-что лесоруб аккуратно снял мешок и раскрыл его внутри было пусто но по знакомому травянистому запаху я все понял рёкзы и грибы отменные ясно я уже понял что опрофанился нет конечно нельзя сказать что не был рад видеть эдигара мужик он хороший а готовит как но было бы еще лучше окажись таинственный лесоруб и ермаром наместниковичем с весьма своеобразной мамашей и правом на той ринский трон с другой стороны квест тайна эдигара никто не отменял может он окажется подпольным миллионером корейка я двумя руками за ты меня не представил своему товарищу сказал лесоруб какому это товарищу я обернулся и заметил фейру скромно стоящего в позе бедного и несчастного родственника а это хло мой телохранитель и почти на общественных началах очень рад знакомству драман эфира церемонно пожали друг другу руки причем бодигард держал себя с таким достоинством что я отодрал табличку с надписью и ермар от варвара и прицепил к нему блин свихнусь с этим наместничеством раньше чем найду сына далее но это ладно фигня война главное маневры странно другое на паладиншу с высоким уровнем это внимание не обратил а перед фейрой расшаркивается я посмотрел на свету стоит закусив губу и превратив свои большущие глаза в подобии хитрого китайчонка задела девчонку чертовски задела ну ладно вы еще целоваться начните нарушил я идиллию может до города поднимемся или дальше будем тут молочные железы мять света в ответ на сальную шутку наградила меня сердитым взглядом я сделал вид что ничего не заметил надо бы обрасти железной кожей к таким женским штучкам нет я не против чтобы из меня вели веревки самоутверждаться за счет второй половины глупо а постоянно стучать по столу никакой мебели не хватит но благоверный берега надо видеть а то как говорится не умеешь научим не хочешь заставим пойдем согласился эдигар фейра в ответ кивнул я даже удивился мне теперь исхло советоваться надо этот твикс в срочном порядке разлучать а то испортит мне эдигар целохранителя своим либеральным отношением к наемному работнику как пить дать испортит хло сзади иди прикрывай если что взял я паладиншу за руку и вежливо пропустил это вперед света вскинул руку и ее кеца моментально взметнулась в небо ну естественно теперь без рыцарша в доспехах иносферой было полегче город встретил знакомым гомоном и шумом тонущим в хаосе выкриков собирались рейды высокоуровневой локации требовалась охрана для рудников на севере острова нанимались для похода к юго-западным пещерам охотники и скорняки вновь образованный клан приглашал игроков маня призрачными благами и разбрасываясь многочисленными шкурами неубитых медведей локтор пережил нападение сбросив оковы страха вынурнул извод оцепенение и казалось стал еще живее стараясь наверстать безмолвные дни усиленного патрулирования пустых улочек что ж мне подобное только на руку чем больше людей тем лучше торговля а жирный гешефт был очень необходим особенно сейчас артефакт который я заказал у кабелюги по моим прикидкам стоил совсем недешево хотя как раз у моей лавки народу не было что привело в некое замешательство надеюсь бизнес не дал трещину пока меня не было если так то хреновенький я руководитель правильно поставленное дело должно работать как часы они ждать постоянных вмешательств извне зайдешь спросил я лесоруба сначала к тертилу надо мне показалось или это избегает больших компаний ох у всех тайны загадки жизни не хватит чтобы все узнать драман заверила что несмотря на нелюбовь к столице он тут на пару дней и обязательно навестит меня я же в свою очередь объяснил как пробраться к моему съемному дому помнится аренда действует еще три дня а потом придется подыскивать новое жилье здорово воскликнул сергей хоть что-то неизменно в этом нестабильном мире кабелюга выглядел по-прежнему слегка взъерошенным если можно так выразиться афере с уставшим лицом но живым и задорным блеском глазах а вот магазин преобразился на стенах висели вычурные щиты годившиеся лишь для рыцарского дефиле перед турниром нежели для реальной драки полы вымыли и начистили теперь были видны широкие ровные доски ладно подогнанные одна к другой но самое главное у стойки превратившись подобие статуй хмурился драман городской стражи привет а это кто стражник повысился в звании до капитана очевидности сергей понятно делает он тут чего так лебух прислал это часть сделки ты ж теперь оставил меня за главного вот и пришлось принимать ответственное решение а если по сути мы делаем имперские доспехи всей стражи локтро увидел тут господин лебух игрока в полном комплекте от нашей конторы и очень ему образ понравился теперь каждый стражник должен блистать золотом мы ему вполне умеренную цену а он нам лояльность и охрану стоимость полного доспеха в сравнении с обычной продажей намного ниже не намного но ниже все-таки опт причем не хилый да и ссориться с властями себе дороже в общем все остались довольны к тому же я доходчиво объяснил что заказ на работе магазина никаким образом отразиться не должен вот и сегодня продали уже все теперь можно о лебухе вспомнить ты о цене не думай я торговался до последнего у меня красноречие и все таланты к нему привязаны на двадцатке это каким образом так донат идет какая-нибудь группа в рейд один из участников у них мертвая душа не воюет в добыче лута не участвует но опыт получает пара недостатков конечно есть например серьезные игроки с высокими уровнями на такое не подписываются брезгуют а те кто берутся такие космические суммы требуют что волосы дыбом встают но с миру по нитке набегает я ведь уже 34 уровень хотя дальше столицы никуда не ходил офигеть присвистнул я мне такое даже в голову не пришло тебе кирилл легче олега попросить он выделит группу и качнет тебя сразу уровней на 20 за день клянилась света как вариант согласился серега это я тут безвылазно а вам почему бы и нет денег меньше потратите понимаю что кобелюга не хотел выставить меня лентяем и лоботрясом но получилось что я ничего не делаю а компаньон вкалывает с утра до вечера оно конечно так и есть но лишь с той поправкой что придумать бизнес и довести его до стадии окупаемости получилось именно у меня так что можно почивать на лаврах вполне законно ты о моей просьбе не забыл решил поменять тему разговора обижаешь серёга поманил меня за прилавок и открыл одну из потайных дверей могу поклясться здесь ее раньше не было вот как ты и просил я не трогал не пись торговец лично принес сюда и положил я бережно взял в руки бархатную шкатулку и затаив дыхание открыл артефакт немного обманул ожидания передо мной лежал скромный серебряный амулет с кроваво-красным камнем никаких узоров и красивостей маг создававший его не задумывался о дизайне своего творения главная функциональность амулет себе на уме не все то золото что блестит не все то грош что неказисто выглядит пусть на вид это обычный бросовый амулет но обладатель данного редкого артефакта защищен от ментального воздействия первого второго третьего и четвертого уровней то что доктор прописал спасибо далее за яркий и красочный урок век не забуду теперь тебе в гости можно ходить без опаски замочек на цепи щелкнул и рубин на шее полыхнул ослепительным светом дорого встал задал ей вопрос даже не представляя сколько может стоить подобная вещица сторговался на шесть косых шесть тысяч золотых я чуть не икнул от удивления вот так амулетик штука редкая почти уникальная торгаш божился что их таких всего три во всей вераеве были и дешевле защиты от третьего уровня но ты вроде сам говорил не ты все правильно сделал на собственном здоровье и жизни экономить нельзя только у меня кажется в банке всего пара тысяч было так я твои не брал из своих оплатил сергей ну что за ненужная скромность если доверенность на тебя выписал значит можно не хватает на что нужное но очень необходимое заходишь и берешь ладно занесу вечером хотя можно же со счета на счет перевести там и кину чтобы с наличными не таскаться спасибо серега выручил не представляешь как мне нужен этот амулет мы пожали друг другу руки а света так и впилась меня взглядом дескать почему ничего не рассказал всему свое время успеется еще кстати как ты вообще все вывозишь на себе лавка теперь от лебуха заказ может есть смысл нанять пару подмастерьев так платить им нахмурился серега вот ведь человек шесть тысяч не глядя выложил потому что знал для своего отдает а лишнюю сотню жмет лучше ночи спать не будет стучать по своим железкам но скромными не расстанется вот и все так работают всю жизнь для собственного обогащения чтобы ни в чем не нуждаться а как понимают что все настала пора жить свое удовольствие так оказывается что жить осталось всего ничего да и удовольствия уже никакого найми пару подмастерьев кузнецов пусть чинит доспехи а ты занимаешься лишь ребрендингом оплату наемного персонала вышти из моей доли и не спорь на себя посмотри лица нет одни глаза остались мне такой компаньон не нужен лучше живой а что должен же я как-то отблагодарить его за амулет если честно то не надеялся выше третьего уровня найти а тут практически защита от всех менталов всея веравей почему почти так ведь далее с ее четвертой категории пред архимаг значит есть и архимаг то есть человек с пятеркой только боюсь защитных артефактов такой силы не существует а если и есть они то выпадают с такого жирного босса какого с десятка гаубиц не завалишь ладно нехотя согласился кобелюга ты в чем-то прав жена и так волком смотрит думает нашел кого-то в верте целыми днями тут пропадаю завтра перевод ей принесу а лучше сразу наличку чтобы аргумент был железобетонный ну правильно взял такой ник теперь расплачивайся хохотнул я на этом и расстались света надо отдать ей должное проявила невиданное смирение и не накинулась на меня с расспросами для чего мне амулет и что там такого случилось в лесу вечером расскажу заварим чайку возьмем какой-нибудь сладкий пирог завалимся в кровать и все расскажу миротворцы по каким-то соображениям переехали из шумной и крикливой пьяной совы скромный трактир вопль василиска несмотря на громкое название помещение вызывало негативные эмоции липкие с полусантиметровым слоем грязи столы закопченные от факелов и свечей окна местами развороченный пол из прорех которого изредка показывались хитрые крысиные морды может василиск и издал дикий вопль когда увидел местную забегаловку но больше от ужаса что в его честь назвали такую развалину мой живот глухо заурчал диафрагму сдавило от подкатывающегося спазма однако ранний завтрак в себе удалось удержать новоходоносор сидел за большим столом в окружении человек десяти размахивая здоровенными руками и на пальцах показывая кто и что должен делать я с удивлением заметил среди миротворцев гориллу повернулся к свете та в ответ пожала плечами приютил под свое крыло олег говорливого бойца значит что-то увидел в нем увидев меня клан лид замолчал остальные обернулись и тут же начали отсаживаться растекаясь по таверне чем приводили затаившихся под половицами крыс крайнее смятение одна даже под общий грохот выскочила и бросилась на нас а может и к выходу благо реакция хло была на высоте и замороженная тушка отлетела в сторону ты уж извини у нас тут по солдатски минимум удобств жестом пригласил олег за стол горилла проходя мимо незаметно пожал руку и подмигнул я сел и поколебавшись все же положил руки на колени столешница доверия не внушала света не спрашивая приземлилась по правую руку а хло скромно примастился за мной готовый в любую минуту защитить хозяина кроме олега за столом еще сидел пожилой седой мужчина с длинной жидкой косой вдумчивыми белесыми глазами и морщинистыми руками до меня не сразу дошло что это его настоящая внешность не считая могучих плеч и не по возрасту крепкого телосложения он перенес свою точную копию в веравию за все время это был лишь второй человек который не стеснялся своего реального обличия первые впечатления старик производил более чем благоприятные крохотные точно слепленные из остатков теста лицо длинные явно знававшие тяжелый физический труд пальцы с подушками мозолей и вместе с тем прямая благообразная осанка у меня почему-то создался образ старенького батюшки которого на селе каждый облизлый собака знает таких уже нет и вряд ли когда-нибудь они снова будут а вот его соседка производила ровно обратные впечатления маленькая чуть выше хло ящерица с вытянутой головой и острыми зубами конечно тут сыграло роль то что у меня изначально было предупреждение против голгор спасибо латрону но все же даже взгляд в котором проскальзывали вполне человеческие эмоции напрягал а мелкая серая чешуя лишь завершала образ кирилл знакомься василий наши кличут его дядю вася или просто вася старик на удивление крепко пожал руку он вроде мозгового центра наш аналитик это заведующая боевым крылом лилия она же адара очень приятно кивнул я ну это ненадолго подал голос вася и я узнал в нем одного из собеседников олега в пьяной сове адара отреагировала молниеносно ткнув собеседника локтем под дых смех старика сменился глухим кашлем давайте ближе к делу олег прекратил не успевший разгореться конфликт или мне показалось но дядя вася даже не попытался ругаться с обидчицей лишь криво усмехнулся значит так первое метаморфоза со стариком приключилась удивительная с него мигом слетела вся веселость а лицо обрело практичное равнодушие чиновника выявлена причастность трех кланов к нападению на столицу аргентинский чешский и южнокорейский плюс наемники но это так по мелочи до сих пор составляем перечень имен но большая часть уже в черном списке у кланов как я понимаю ни один из кланов даже в сотню сильнейших не входит спросил олег совершенно верно кивну василий брали темных отработанный материал который не жалко пожертвовать второе как и говорил кирилл ущелье дресгов зачищали из источников приближенных к малгеусу главе берсерков стало известно следующее клан базируется в вольном городе к северо-востоку от ущелья поэтому и видели бы их не со стороны портала а что за вольный город понимаешь мешалась одара драманы же по сути дикари тысячи лет жили по своим законам а тут пришла империя большинство примкнуло к сильной руке возникли новые города дороги но остались и те кто решил жить по обычаям своих предков такие драманы ортодоксы они вроде индейцев сша у них своя земля свои правила чужому запросто в резервацию то есть в вольный город не попасть как это берсеркам удалось ума не приложу ладно вася вмешался олег расскажи кириллу об ущелье старик повернулся ко мне и вкратче его продолжил в общем прошли на широкий ущелье дресгов взад и вперед никакого выхода в данж или другую локацию нет там ключа быть не может я достал свой походный журнал в кожаной обложке и раскрыл на странице мировой карты а дара впилась глазами в большую часть раскрытой локации шипастого леса а мне пришлось спешно прикрывать ее локтем дружба дружбой а табачок в розь сердце древнего острова есть дверь в покое отца продекламировал я строчку из книги артефакты отца смотрите пришлось прочертить две невидимые линии пальцем ущелье дресгов как раз посередине острова центрея некуда так может имеется ввиду как-то иносказательно пожалуй плечами одара сердце же тоже не посередине тела думаю не в этом случае покачал головой олег тем более берсерки пришли именно сюда а уж им думаю сливают информацию с самого верха по крайней мере есть такая теория вот и я думаю не случайно ясно одно что то пошло не так но вход там есть и надо его найти не мытьем так катаньем снаружи послышались крики и шум несколько миротворцев подскочили и направились к выходу света поднялась пойду тоже посмотрю только осторожнее да что мне будет это же игра улыбнулась она и вышла я прикусил язык да решил проявить излишнюю заботу и поставил себя в дурацкое положение это для кирилла артемьевича веравия мир без права на ошибку такой же реальный как и тот из которого я попал сюда для всех остальных просто игра и что у тебя серьезные планы на дочку мясного магната спросил олег я вообще парень серьезный отмахнулся я а почему мясного магната так отец ее терентиев денис но не оптицы фабрик из финоферм по россии как собак нерезанных а денег и влияние еще больше метил совет федерации пока с дочкой неприятность это не вышло теперь все больше дома окружил ее такой заботы любое желание по щелчку какая неприятность спросил а у самого в груди похолодела сердце почувствовала что ничего хорошего не услышу ну так авария она с матерью домой возвращалась та умерла на месте а терентиева младшая позвоночник повредила с тех пор и не ходит олег посмотрел на мое вытянутое лицо думал ты знал каким-то неведомым чувством я обернулся и застал вернувшуюся побледневшую свету не знаю это ли был невиданный прием разработчиков считывающий эмоциональное состояние игрока или еще что но кровь действительно отхлынула от лица возлюбленной превратив ее в подобие призрака цвета стой но крик повис в пустоте лишь на гнилой пол второсортной таверны оседали разноцветные искры расконнект